Всем добрый день! Сейчас мы ждем подключения Лилии Журавлёва, ждем, когда у нас соберутся наши гости. И мы поговорим как раз про наш Йога-байп-фестиваль, поговорим про классы, которые я буду давать на фестиваль. Сейчас чуть-чуть надо подождать, включился, чтобы... Пока не подключаются, посмотрим. Не может присоединить, пишет. Так, секундочку, еще раз. О, ура! Ура! Мы победили Инстаграм. Ну, вернее, мой телефон, да, который что-то не включал нужную камеру. Ну, Ог. Ну, здорово, здорово. Да, всем добрый день еще раз от фестиваля, от меня, от Ильи. Собственно, Илья Журавлёв, как и я, организатор фестиваля Йога-байп на Ладоге. Сегодня наш эфир будет состоять из двух частей. Сначала мы расскажем про фестиваль, и вторая часть будет посвящена как раз классам и практикам, которые Илья проведет тоже на фестивале, потому что он, помимо организатора, еще и, как известно, мастер, преподаватель, который практикует с 95-го года, преподает с 99-го года. Конечно же, он не мог поделиться на фестивале Йога-байп как раз со своим опытом, классами, но об этом мы сейчас поговорим с вами чуть попозже. Вкратце, в двух словах, уже многие слышали про наш фестиваль, о том, что это фестиваль пойдет с 13 по 16 июня на Ладоге, в витритном центре Лавровский дом. У нас собраны, я считаю, топовые мастера, среди которых как раз Илья Журавлёв, Татьяна Илларионова, Александр Таишев, Игорь Панчишев, Михаил Поморов, Наталья Шантия, Юлия Беляева, Раса, констер-группа «Дно-но» и многие другие. И, собственно, здесь, помимо всего прочего, у нас будут проходить еще и киртаны, мантры пения, которые неразрывно связаны с культурой йоги. Вот об этом я хотел сейчас спросить Илью, потому что Илья у нас много путешествует по Индии и, собственно, изучал, изучает, продолжает изучать данный вопрос. Илья, расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам касательно как раз идеи с Натараджасаной в логотипе нашего фестиваля, как раз с самим форматом праздника. Почему вот так все это связано? Почему музыка и культура и йога все это вместе переплетено в культуре индийской? Да, у нас на логотипе одна из пост танцующего Шива Натараджи, но не самая известная. Вообще изначально все знают под названием Шива Натараджа изображение танцующего Шива в круге из огня. Этот символ, он стоит во многих йога-центрах, даже в Швейцарии он стоит вот в этом исследовательском центре, где Андронный коллайд работает, коллайдер, да, Андронный коллайдер. Там стоит Индия, подарила им огромную скульптуру танцующего Шива Натараджи. То есть это символизирует такой космический танец вселенной. И на самом деле это одно из 108 изображений танцующего Шивы, вот это, которое самое распространенное. И изначально эти все 108 изображений Шивы, танцующего в разных, порой очень сложных, напоминающих даже асаны, йоги положениях, они находятся на барельефах южноиндийского храма Шивы в городке Чидам-Барам в штате Тамилнаду. И оттуда эти изображения уже распространились по всей Индии и по всему миру. То есть оригинальное изображение вот этого танцующего Шивы Натараджи, оно есть вот в этом храме Чидам-Барам. Говорят, что оно даже сделано из рубина, высечено из рубина, но оно находится в каком-то тайном алтаре, и так вот широкая публика его не может созерцать. И танец Шивы – это вот танец творения, разрушения, то есть всех процессов, происходящих во Вселенной, скажем так. Шива является не только в индийской традиции божеством, который еще называется Ади-йоги, то есть изначальный первый учитель йоги, который по легендам, по Пуранам даровал, собственно, йогу людям. Есть много текстов санскритских по йоге, тантрических манускриптов, где Шива дает наставление по йоге своей супруге Парвати или каким-то древним мудрецам, Риши и так далее. То есть в традиции это отражается, что Шива – это изначальный дарователь разных практик йоги людям. И помимо этого Шива имеет творческий аспект, аспект вот такого космического танцора. И поэтому он изображается вот в своих позах танца с четырьмя руками, как многие индийские божества. В этом есть особый символизм тоже. Во-первых, эти четыре руки символизируют покровительство всем четырем сторонам света, то есть, ну, как бы всему мирозданию. Во-вторых, там есть и отдельный еще символизм, например, какие эти четыре руки держат предметы, это тоже что-то символизирует. То есть определенные, скажем так, энергии или силы, как бы существующие в творении. Например, у Шивы в одной руке барабанщик Дамару, он издает такой космический ритм. Считается, что в традиции, что из этого ритма пошла изначально первая мантра Ом, и что вот этот ритм, да, он возник, как первый звук во Вселенной. Там в другой руке у Шивы находится... Он делает жест, как бы называемый Абхая Мудра, жест благословения, умиротворения, то, что он дает Шанти и покой. Потому что само имя Шива, да, называется Благой, да, Шива. Вот, и другие там значения также имеются, да, там же Мудра, Мудра, которая показывает на духовное освобождение Мокшу, как бы знак веры и так далее. То есть это сложная индийская иконография, это сложный символизм. Я, кстати, более подробно вот об этом написал в интервью для журнала Веджетериан, там более подробно я разбираю. А сейчас просто резюмируя, что творчество, искусство, музыка и танец в индийской традиции всегда сочетались с духовными практиками. Они были тоже одухотворенными и должны были настраивать человека на возвышенное состояние сознания. То есть это такое духовное творчество, которое всегда в индийской культуре присутствовало. При этом оно может быть и праздничным, и веселым, и таким карнавальным. Тоже я в интервью для Веджетериана упомянул, что был такой русский знаменитый антрополог Бахтин. И вот он ввел, он в начале 20 века писал, и он ввел такой термин карнавальная культура. То есть это не просто имеется в виду карнавалы как бы вот как явление типа бразильского карнавала и так далее, а более широкое понятие. То есть это у некоторых народов мира культуры такие, что у них духовные вещи сочетаются с праздничными. То есть с музыкой, с танцем, с каким-то самовыражением. То есть в целом для них духовность это такой вот праздник, карнавал. В таких формах они выходят на возвышенное состояние. То есть у них преобладает именно эмоции веселья, радости в совокупности с какими-то духовными практиками. И вот индийская культура относится тоже к разделу карнавальных культур в этом плане. И кто бывал в Индии знает, что вот это, да, это праздник каждый день. Это куча всяких праздников. Катают колесницы, стреляют там в салюты, все в цветах, как бы бьют барабаны. И это происходит очень часто. Если не каждый день, то хотя бы каждую пару недель какие-то вот такие процессии происходят. Такого карнавального типа. Так они выражают вот свои духовные чувства. И поэтому пение мантр под музыку, да, и танец, например, который изображает какие-то игры божеств, какие-то такие сюжеты из пуран. Это рассматривалось тоже как часть йоги. Да, было такое даже понятие, ну и есть, надо йога. То есть йога звука, когда любые практики со звуком, пение, музыка, они рассматриваются как форма йоги, как вхождение в какое-то возвышенное медитативное состояние сознания. Вот поэтому в индийских школах йоги всегда поют мантры в большом объеме, вот в таких аутентичных школах. И поют киртаны совместно, пение мантр хоровое. Уже не обязательно это профессиональный певец там, да, выступает. Просто люди собираются и поют вместе мантры там, хлопают в ладоши и так далее. Это вот тоже, это считается и формой бхакти йоги, и надо йога, да, то есть работа со звуком. То есть это йога... У нас как раз будет Андрея Мкара, вот у него будет три класса, по-моему, да. Да, Андрей как раз, он изучает санскрит уже не первый год, и он в том числе обучался и у индийских браминов, рецитации мантр. То есть он может и киртан зажечь такой веселый, и рассказать о правильном произношении мантр с точки зрения вот грамматики санскрита и так далее. В этом плане всегда интересно на его занятиях. То есть он расскажет и перевод мантры, и как она строится, как она произносится. И в то же время есть вот такая веселая коллективная творческая практика, как киртан, где можно петь, как получается, хлопать, не стесняться, просто хорошо проводить время. Да, интересно. Еще вот немаловажный аспект, который у нас в фестивале присутствует, это вот состав преподавателей. Если говорить так немножко, пойти в историю, то можно взять там различные индийские школы йоги, такие наиболее известные. Например, там школу Шримачари, из которого вышли Потапхи Джойс, Айангар, Дисей Кайчар. Или, например, взять школу Швананда йоги. И здесь, наверное, я могу сказать, что наши преподаватели тоже все имеют такую преемственную какую-то линию. И многие учились как раз вот, собственно, ну Илья, понятно, учился, да, но Илья, конечно, тоже учился. Я вообще, получается, практически мне повезло поучиться во всех известных индийских школах йоги, вот таких широко известных. Да, и вот здесь вот... Да, да, и здесь просто, к чему я это говорю? Все к тому, что много проходят какие-то фестивали, форумов, встреч, да, и везде эта история как-то глубоко ей дается внимание. Вот у нас внимание этому отдается большое. Я хотел тоже сейчас спросить Илью про это, как раз вот про все эти традиционные школы, и немножко людям прояснить, да, как бы, что не все, что есть там в Инстаграме, не все, что там где-то можно увидеть в этих фестивалях, и есть какие-то там, ну не то, что истинные знания, но, по крайней мере, приближенные знания в той форме, в которой они были задуманы. Хороший вопрос. Есть определенный, скажем так, набор священных текстов по йоге и какое-то ядро практик, описанные в этих текстах, которые мы можем называть традиционной йогой. Эти практики существуют практически в любой индийской школе йоги, но в разных, может быть, объемах, в том числе и в школах знаменитых 20 века, вот которые ты упомянул, идущие от Кришномачарьи, идущие от Свами Шивананды, там школа Тхирендры Брахмачарьи, где-то больше, где-то меньше вот этих традиционных практик. И есть подход к практике асан, там, какие последовательности асан, в каком ритме они выполняются, который может довольно-таки отличаться в разных школах йоги, да. У Кришномачарьи там более динамическая практика, вот с использованием виньяс, что потом взял и Потапхи Джойс, но упростил по сравнению с Кришномачарией, сделал попроще и зафиксировал одну только последовательность, что у Кришномачарьи была вариативность очень большая последовательности, а Потапхи Джойс создал серии, там, первую серию асан, вторую, третью, и вот уже ученики должны были их разучивать и, ничего не меняя, их преподавать. Кришномачарьи же учил своих учеников составлять самому последовательности, но по определенным принципам и правилам, с определенной логикой. Но создавать можно было, по сути, бесконечное количество последовательностей. Ну, как если, например, музыкант знает гаммы и ноты, он может создавать разные мелодии, но они будут звучать гармонично, потому что есть определенные правила использования. Вот. А у Свами Шавананды, например, практика асана очень простая, часто сочетает расслабление между позами, но гораздо больше акцента дается на пранаямы, на медитацию, на изучение философии традиционной йоги. То есть есть какие-то нюансы, особенности в разных индийских школах, но что их отличает от западных современных школ, что они сохраняют приверженность этому ядру, то есть определенным традиционным предписаниям йоги, основанным на текстах. То есть у них могут различаться техники и методы какие-то, но вот ценностное ядро, целеполагание практики йоги, для чего это все практикуется, оно будет тем же самым, основанным на йога-шастрах, на текстах таких, как там Упанишады, йога-сутры, хатха-йога-прадипика и так далее. А в западных школах йоги они тоже могут быть и хорошие, потому что, естественно, разнообразие большое. Есть талантливые преподаватели, которые создали свои школы на Западе, довольно-таки качественные, особенно в плане практики асан. Вот у нас там будет Игорь Пантюшев, например, он свою методику культура движения преподает, где в практику асан он вплетает знания уже современной физиологии, биомеханики, свой опыт как мануального терапевта и так далее. Конечно, это его западный подход авторский, и он интегрирует те знания, которые накопил. Но в то же время асан это он использует традиционно. То есть, опять же, определенное ядро сохраняется. Но какие-то техники новые появляются или какие-то новые подходы, это так было и в древности. Эти древние школы йоги тоже постепенно наращивали арсенал разных техник. Просто это с веками происходило довольно медленно. И поэтому со стороны нам кажется, что это что-то незыблемое. На самом деле там тоже было какое-то развитие. Но без потери целей и ценностей ключевых. То есть развивался именно инструментарий. Он дополнялся, развивался, но он вел к тем же целям, которые описаны в самых древних текстах, еще там в Ипанишадах, где впервые дается понятие йоги как психофизической и духовной практики. Потому что изначально слово йога в ведах, например, обозначало упряжь для лошадей. То есть какое-то устройство, с помощью которого можно было управлять лошадьми и перемещаться куда тебе надо. И потом это значение из вед в Ипанишадах уже приобрело смысл определенных практик, которые тоже позволяют управлять только уже не лошадью, а своим сознанием. И с помощью своего сознания перемещаться к своим целям. С помощью развития и прокачки способностей своего сознания. Ну а на сознание йога воздействует в том числе и через тело, и через дыхание. Поэтому много упражнений. И поэтому западные школы, они могут быть тоже очень хорошими, если мастер качественно понимает свое дело. А если он еще и разделяет традиционные ценности йоги, то такая школа, конечно, приносит много пользы ученикам. Но есть, конечно, и, грубо говоря, попсовые какие-то подходы, которые не несут какой-то глубины, а просто такая вот пена, она есть в любой сфере деятельности. То есть нужно, если вы новичок, всегда копать глубже. То есть набирать информацию, спрашивать более опытных, понимать, что не все, что вам под термином йога предлагается, действительно достойно этого названия. То есть что всегда есть что-то действительно ценное, есть какие-то пуфельные такие продукты, скажем так. Ну, в общем, лучше изучить эту всю историю. И заодно как раз на нашем фестивале можно будет и познакомиться с разными уже существующими современными. Да, у нас будут мастера, мы постарались подобрать, и те, кто близок к индийской традиции, вот тот же Саша Тайшев, который у индийского гуру уже много лет там обучается. Ну, и ваш покорный слуга тоже, я очень близок к индийской традиции, и у многих аутентичных гуру обучался, и стараюсь это передавать, насколько это возможно. Вот, будут и современные мастера, кто больше акцент дает на биомеханику, на вот знание современной анатомии, физиологии. Это тоже интересно и полезно, потому что практика асан должна быть грамотной, травмобезопасной, и такие знания важны тоже. Ну, как я считаю, без потери духовного ядра, как еще обогащение своих знаний современными достижениями в области биомеханики. Потому что понятно, что древние люди многими такими штуками, они не заморачивались. Это аскеты, они жили в пещерах, то есть им вот этот фитнес-аспект, он был им не нужен, потому что когда ты живешь в горах, и там вносишь воду, дрова и так далее, тебе там спорт особо не нужен, да, они занимались преимущественно медитативными техниками. Но современным городским людям работа с телом нужна, потому что они очень мало двигаются, и живут не среди там дикой природы, и они, естественно, если тело не тренируют, то будут плохо себя чувствовать, и опять же они не смогут в плохом самочувствии и какие-то медитативные практики делать нормально, да, если все там болит, все там отвлекает в теле, да, то и медитация нормально не пойдет. Поэтому то, что в западной йоге, в современной такой сильный акцент на работу с телом, на аспекты спортивно-фитнесовые, это, в принципе, востребовано. Это просто ответ на запросы людей, живущих в мегаполисах, которым нужно прорабатывать свое тело, потому что в естественной жизни они его так не нагружают, как люди древности. Другой вопрос, что это можно дополнять и традиционными духовными практиками, и тогда будет вообще отлично. Как, например, древние греки делали, да, ведь там же все вот эти философы, Аристотель, Платон, они же все атлеты были, они были спортсмены, то есть они там бегали, занимались борьбой, метали копье, диск, это было обычное дело. Они считали, вот греки, что должно быть и сознание прокачано, и тело в равной степени. Вот у них такие были идеалы. По-моему, отличная идея. Ну да, я считаю тоже. И говоря уже о как раз той практике, которую ты будешь давать на финале фестиваля, хотел бы узнать, да, вот что там такое за шакти класс мощный, так связанно с асанами, с дыханием, с ришти, что там за регрессия опять. Регрессии, кстати, не, на фестивале не будет регрессии. Не регрессии, а там будет практика. Там будет практика медитативных и расслабляющих техник. То есть меня многие знают, что я также являюсь регрессионным терапевтом. Я прошел полный курс обучения в американском институте Майкла Ньютона, у его ближайшего ученика Пола Ауранда. Курс я прошел двухлетний обучение. Я провожу, и это отдельная тема, крайне интересная, которая также плотно связана с философией йоги, как это ни странно, на первый взгляд, хотя это методика современной психотерапии. Но она пересекается с идеями йога-сутра Патанджали, и об этом я отдельно всегда рассказываю. Но фестиваль — это слишком шумное место для... Там много людей, много движней. Я понял, что такие практики в рамках фестиваля не очень. Заходит много отвлечений. Потому что часть людей на классе, часть там тусит и так далее. То есть я регрессию провожу на ретритах, где на семинарах своих, выездных, где более спокойная атмосфера. Но я дам практики. У меня вот один класс, который Шакти Пауэр я назвал. Ну, Шакти — это в целом энергия, это синоним праны. И практика йоги традиционной была направлена на накопление и усиление праны, тонкой энергии в теле. То есть то, что мы чувствуем просто как некую жизненную силу, энергию, бодрость, способность что-то делать. И в школе Дхирендры Брахмачари, например, вот в их сукшмавиямах динамических упражнениях часто слово Шакти вставлено. Там грива Шакти Викасака, например, укрепление, разминка шеи, и так далее. То есть там к каждому участку тела, который прорабатывается, в названии добавляется слово Шакти, энергия. То есть наполнить энергией, там шею, там плечи, руки, вот так санскрит это переводится. Поэтому я сделаю занятие на основе синтеза таких традиционных индийских школ Дхирендры Брахмачарии, Свами Шавананды и Виньясы Крамы Кришномачарии. Как я уже говорил, там есть разные техники в асанах, но суть, как бы ядро этих школ йоги, оно все равно то же самое, основанное на йога-сутрах и хатха-йога-прадипике, на этих ключевых идеях. Поэтому никакого радикального противоречия нету. Можно интегрировать, если ты изучил эти методы, можно их интегрировать в одну последовательность. И такое вот будет занятие, которое будет включать в себя и Сукшма-Виямы, и Суринамаскар, и Кришномачарии, такой нетипичный, который мало кто знает, такая более древняя форма Суринамаскара. И, естественно, практику асан, и немного пранаям, и медитацию в конце. То есть и так строятся обычно занятия в традиционных индийских школах йоги, чтобы не только с телом была работа, но и с дыханием, и с сознанием в рамках одной тренировки. А второе занятие будет посвящено таким медитативным практикам и релаксационным. Мы будем использовать методы циклической медитации, и сидячие дхараны, техники концентрации. И все это направлено не только чтобы расслабиться, но и войти в медитативное состояние сознания. Поэтому этот класс будет, он не настолько физически, он будет легкий, но он будет направлен на внутреннее состояние. Ну да, очень интересно. У нас там, в принципе, программа строится таким образом, то что каждый преподаватель будет давать в своей общности один класс полегче, другой посложнее. Но это не значит, что там можно прийти, ничего не делать. Просто практика будет более глубинная, будет более связана с проработкой там в протеяхара, дхарана, тхиана и так далее. То есть это тоже работа, и не вся работа должна быть именно связана с асанами. Поэтому я думаю, что за четыре дня можно будет многое узнать даже для тех, кто практикует давно, и для преподавателей, кто сейчас там предает, я думаю, что они тоже смогут много что для себя нового узнать. Потому что в одном месте собрать, еще раз повторюсь, такой состав учителей, ну это такая редкость достаточно. Тем более сейчас у нас это все дело происходит в одном крытых площадках, и это все комфортно, это не просто там какая-то двухчасовая лекция, да, или встреча, это вот такой полноценный, прям можно сказать, даже ретрит, такой фестивальный ретрит. Да, мне вот очень нравится, что мы проводим именно на берегу Ладжского озера, среди соснового леса, то есть йога на природе гораздо круче она заходит, чем йога в городе, потому что вокруг вот эта вот природная энергия, и человек подпитывается, да, как стихия воды, озера, где не видно противоположного края, прекрасный сосновый лес, там воздух, тишина, то есть нету вот бесконечного потока машин вокруг тебя, как ты там занимаешься, если в городской студии, там за стенами идет движня мегаполиса, это все равно не то же самое, что ты занимаешься практически в лесу, да, то есть просто в деревянном, как бы, зале, а за ним лес, то есть совсем другая энергия, это, конечно, очень приятно, позаниматься на природе, и поэтому место для фестиваля мне очень нравится, я там не раз вел ретриты, там в этом ретритном центре постоянно проходят, например, ретриты по випассане, то есть много раз в год люди сидят там, медитируют, это тоже создает очень хорошую энергетику, потому что там не просто там, как в турбазах, люди там бухают, жарят шашлыки и крутят там какой-то там попсу, да, там шансон, а люди там по две недели сидят, медитируют в полном молчании, да, это совсем другой вайп создается, и, конечно, в таком месте практика заходит очень хорошо. Ну да, у нас, ну, чтобы не быть совсем уж такими аутентичными йогами, мы, конечно же, оставили еще, вот как я сначала говорил, место и для танцев, и для стейки-дэнс. Кстати, никто не говорит, что аутентичные йоги не танцевали, да, то есть, ну, просто они, может, не под электронную музыку танцевали, а под барабанчики, там, под свои, во время киртанов. Я, кстати, видел, как традиционно поются киртаны, там, на Кумхамеле, например, на вот это религиозные фестивали садху, аскетов в Индии, которые раз в 12 лет проводятся, и там несколько миллионов садху собираются, и вот они там у ритуального костра, у тхуни, у ритуального очага, они поют киртаны, у них барабаны, у них бубенцы или такие щипцы чьим-то, такие железные щипцы, которые используются, чтобы поление в костре переворачивать, и иногда они делаются с бубенчиками закрепленными, то есть, получается, что это и щипцы для костра, и одновременно музыкальный инструмент такой, и вот они вот этими щипцами вот так вот долбят, там, звенят, и очень часто какой-то аскет, там, он вскакивает, пускается в пляс, как бы, вот в таком экстазе, это, это часть культуры, это совершенно нормально воспринимается, так что потанцевать могут даже самые такие, самые аутентичные, самые дикие йогины, уж дальше некуда, которые там в одной набедренной повязке и с дредами ходят, там, измазанные пеплом, вот, и кстати, к Дэнсу тоже, особенно если там мантрочки какие-то вставляются, так это вообще в тему. Тоже, да, свою роль выполняет. Я думаю, то, что мы будем разрешать наш эфир, рассказали про фестиваль, рассказали про классы от Ильи Журавлева, остальное уже, наверное, при встрече, давайте договоримся, потому что ждем вас всех физически на встречу вживую 13-16 июня на сайте, в директе, в интернете куча информации, можно почитать, покопаться, можно купить билетик, поэтому мест не так много остается. уже довольно много разобрали мест. Как я видел, какой-то смешной коммент под каким-то концертом, где был написан sold out, там кто-то написал коммент, если долго смотреть, как продаются билеты, можно увидеть, как они заканчиваются. Мы желаем все-таки вам туда где-то, этого не увидеть и присоединиться к нам, будет классно. До встречи на Ладоге, друзья, спасибо, Иван. Да, вы ударили на большой за эфир, всех, кто насмотрел, до встречи. Иван. Спасибо.